Так, продолжаем тему. Уроки из истории христианства. Я рассказываю о... продолжаю говорить о проблеме идолопоклонства в христианстве историческом и также о реформации вот того периода времени, древней Византии еще. Так вот, как ни странно, именно на реформацию Византии повлияло возникновение новой религии, ислама. И вот, почему это все произошло? Потому что исламские проповедники, теологи, главным обвинением в адрес христиан Востока как раз выдвигали то, что христиане погрязли, выдало поклонстве и многобожие. И говорилось так христианам, вот вы не послушались Иисуса и отклонились от пути. И вот Бог послал Магомеда, чтобы вернуть вас всех на путь истинный. И во многом христианство тогдашнее, не на высоте бывшее совершенно и не просвещенное, принимало Магомеда где-то как реформатора, будем говорить. Потому что христиане на Востоке, как правило, не могли, ну и на Западе также, конечно, к тому времени, не могли даже рассказать толком, во что же они верят. Даже дело не просто в крестьянах простых, а даже и богословы не знали толком, во что же верить, а во что не верить. Царила просто-напросто такая неразбериха. И вот среди... да, и ислам распространялся очень серьезно, очень быстро. И распространялся мечом, конечно, в первую очередь. Сам основоположник этой религии, Магомед, он сам первым поднял меч, чтобы наказать, значит, сражаться. И с мечом в руках ислам распространялся, начиная с Магомеда, и потом при его преемниках, халифах. Значит, и... ну и по сей день, в принципе, ислам это не мирная религия. Вот очень так вот четко это выразил в своей книге сын Хамаса, вот бывший мусульманский террорист, ставший христианином. Вот я упомянул его уже в перерыве, что тот самый брат, который сдал, значит, террористов-смертников, которые готовили вот свои эти злодеяния в Израиле. И каково же было удивление израильских разведчиков, масановцев, которые были удивлены, что сын основателя этого движения с готовностью сам нашел контакт с ними и стал сдавать им вот этих террористов-смертников и предупреждать вот эти вот теракты многочисленные в Израиле. Они были удивлены, явно было дело не в деньгах, потому что это был сын богатого человека, он не нуждался в деньгах, да и тем более какие деньги. Это идти против отца, против всей системы, ну это... ну смертник просто в понимании тогда разведчиков он был. И вот тогда вот он объяснил им, что он стал христианином тайно, читал Писание, Евангелие, Новый Завет и сравнил это с тем, со всем, что он знал в своей жизни. Масаб, он написал книгу, называется «Сын Хамаса». Он сейчас в США, гражданин Америки, и туда вывезли его, и хотя и там ему угрозы сыпятся, значит, и даже его отец, ну его родственники готовы заплатить большую сумму тому, кто, значит, убьет его, значит, приговор ему, значит, как бы вынесли смертный приговор за предательство. Но сам Масаб, он, значит, написал эту книгу, называется «Сын Хамаса». На русском языке есть некоторые главы этой книги, можно с ним ознакомиться в блоге Кусакина, значит, Влада, он делал перевод, значит, этих первых глав, и на нашем сайте вот тоже есть вот эти первые главы в переводе на русский язык, и на моей новой страничке тоже есть эти главы. Конечно, хорошо было бы эту книгу издать именно на русском языке полностью, было бы очень хорошо, очень, очень важно даже. И Масаб, он по СНН и другим, значит, телеканалам в Америке ему давали время в эфире, и много было вопросов, и к нему именно лично, его свидетельства, как он встретился с Христом, как он пережил встречу с Иисусом в своей жизни, как из террориста, значит, с детства ненавидевшего Израиль появился новый человек, который полюбил Израиль, полюбил евреев, полюбил, ну, Господа, Бога, значит, по-другому, не как он знал раньше Бога, в своем исламском суеверии. И Масаб очень правильно говорил в прямом обращении к Америке, что, значит, ислам не является, никогда и не являлась мирной религией. Вот, мирный ислам это номинальный ислам, ислам, допустим, практикуемый, может быть, раз в году, или раз там в полгода, значит, но ислам, который именно практикуемый регулярно, и грамотный ислам, тот ислам, который именно вникает в основу своей религии, значит, вот этот ислам уже воинственный, и он опасный на самом деле. И очень убедительно Масаб это все доказывает в своей книге, очень убедительно в своих выступлениях доказывает, ну, как и многие другие, в принципе, служители. Я тоже разговаривал с одним из бывших радикальных исламистов, который, значит, покаялся, и он тоже примерно такие же вещи рассказывал, примерно так же, может, не так радикально где-то. И в Грузии у нас есть небольшая община в Руставе, значит, я там руку полагал священника, диаконов двоих, значит, и там проводил служение в Тбилиси, в Руставе, и там тоже есть у нас бывшие мусульмане некоторые, там один чеченец покаялся, то есть братья очень горячие, ревностные такие братья, знаете ли, которые обратились, вот именно приняли Иисуса, их жизнь вообще полностью меняется, настолько радикально, что, значит, что, ну, дивы даешься просто. То есть Бог, ревность их использует, значит, знаете ли, вот теперь в том, чтобы нести Слово Господне. Во Франкфурте на Майне у меня есть друг, он пастор церкви, значит, русских немцев, значит, и русскоязычная немецкая такая община, и, значит, у них там в церкви покаялся один чеченец, значит, очень радикально покаялся, молодой человек, ему 30-ти не было еще, и он стал евангелистом, одним из евангелистов, там, значит, по Франкфурту и по Германии, по тому региону, и потом его же, его же семья и убила дяди, там, значит, его братья же, значит, собрались мужчины все, вот с этого Тейпа, с этой семьи, как бы, вот, и они пришли, вызвали его, как бы, на дискуссию, как бы, на разговор, а на самом деле они пришли не разговаривать, а пришли заставлять его отречься от Христа, значит, пришли с оружием, значит, с ножами, и, значит, хотя братья предупреждали его не идти туда, но у него была такая ревность именно идти и своей семье сказать именно, вот, и о Христе, тем более вся семья, все мужчины собирались как раз вместе, как раз, и, но с первого же буквально начала разговора его просто заставляли отречься от Иисуса, и потом, когда он уже явно сказал, что он не отрекается, что он проповедует, он проповедовал ему Христа, они достали ножи, его убили, очень жестоко убили, значит, там полиция франкфуртская, это вот несколько лет назад было, как раз я приехал, еще трагедия была свежата в памяти, даже немцы, ну, немецкие немцы были просто в шоке от этого дела, потому что полиция франкфуртская, они даже не могли сосчитать ран, значит, на теле его, потому что все тело было сплошной раной, ну, представьте, сотни мужчин еще с ножами, значит, каждый даже по удару сделал, это уже сто ран уже получается, вот, и, а на суде один из подсудимых, их посадили на разные сроки заключения, вот, и самое трагичное, что никто не раскаялся на суде, значит, в содеянном, наоборот, как бы, глава семейства сказал, что, значит, что они считают правильным делом, потому что сняли, как бы, позор с семьи кровью, значит, этого человека, а один из подсудимых сказал, что, значит, что, ну, на допросе, что перед тем, как им броситься с ножами на него, они видели, ну, он видел лицо его как ангела, лицо просто, вот, но даже это не остановило, вот, именно того, чтобы, значит, именно, вот, сделать свою эту грязную работу, это духовная проблема, даже если человек, он будет сам и симпатичным, и симпатизирующим, есть духовная проблема ислама, и это очень большая проблема, но это отдельный разговор, отдельная тема, я думаю, что будут люди у вас, которые объясняют это более, уже пережив это все в своей жизни, как бы, но я проповедую часто мусульманам, и в России проповедую часто очень, и в других там странах, регионах, куда выезжаю, на Востоке, когда бывают, тоже проповедую, правда, это бывает небезопасно, тем более, что очень часто агрессия возникает такая с их стороны, но, знаете ли, вот, бог дает ревность такую, надо говорить очень обличающее слово, а иногда говорю так вот издалека, допустим, у них был праздник Курбан, и я начал говорить как раз, там было собрание мужчин, ну, много было мужчин, и они кушали, значит, отмечали праздник, и я подсел к ним, значит, стал проповедовать, и стал говорить, что вот наш Курбан, мой Курбан, это Иисус Христос, он жертву принес свою уже за нас, а Курбан у них это жертвенное, как бы, животное, да, а Иисус, он есть Агнец Божий как раз, вот, то есть не просто смысл праздника, вот, поесть мясо, посидеть, да, значит, с ними, а вот именно рассказать о том, что кто такой есть Иисус Христос, что он есть Спаситель, Господь, да, друзья мои, и жертвенный Агнец, да, и вот, каким же образом возникновение ислама повлияло на реформацию византийскую, именно потому, что ислам распространялся очень быстро, и не только мечом, но и, значит, идеологией, так вот, требовалось ответ, требовалось дать ответ, значит, исламским, вот, этим теологам, и реформация началась тогда, когда уже, знаете ли, империя дышала на ладан уже, есть такое выражение, да, уже все, уже была на своем, в своем закате, по сути, тогда уже, без пяти минут уже была мертва, нехогда великая, огромная страна, это было в начале восьмого столетия, арабская конь не состояла под стенами Константинополя, и, в общем-то, они не перешли Босфор тогда, в начале восьмого столетия, лишь потому, что стягивались силы, готовились к большому броску, оказывается, в планах вот их командования была исламизация всей Европы, именно тогда, в начале восьмого столетия, и их планы были, значит, падение Константинополя считалось, это уже само собой разумеющимся, от Византии ничего не осталось уже фактически, от некогда большой империи восточной, но был еще Запад, Западная Европа, и вот предполагалось, значит, исламистами, именно взять Константинополь и огромным броском конницы арабской пройтись до самого Средиземного, не Средиземного, а Атлантического океана, до Великобритании, и насладить ислам там, и потом идти на Скандинавию, то есть, получается, вот вся Европа, что была уже охвачена исламом, и падение Константинополя было вопросом, говорю, месяцев, может быть, лет некоторых, но дошло до того, что в Византии не было даже своего императора уже, умер прежний император, а нового, ну, кандидатов не было особенно, желающих быть правителем на несколько месяцев, допустим, тем более знать, что шансов никаких нет выжить уже. Значит, армия византийская не имела фактически ни одной большой победы, одни лишь поражения. Значит, страна, ну, просто уже все, умирала. И в этот момент, уже на закате империи, вдруг все поменялось, очень радикально поменялось. Пришел к власти Лев Третий, Лев Исавр, из рода Исавров. Значит, Лев Третий, император византийский, напишите. Это как царь-реформатор такой, император-реформатор. Император Лев Третий, 717 года его правление началось, 717 года. Такая реформация даже началась с его приходом к власти. Так я и пишу, в принципе, даже в своих вот статьях, что византийская реформация началась именно тогда, в 717 году. Легко запомнить, как раз, октябрь 17-го года, начало реформации Византии, 717 год, начало 8-го столетия. Так вот, Лев Исавр, Лев Третий, император византийский, он начал очень радикальную реформу. Вообще эпоху, начавшуюся тогда, как раз, это было началом целой эпохи, полтора столетия продолжалось это время, примерно полтора столетия. Это время можно назвать временем Великой Византийской реформации или просто реформации Византии. Это время у традиционных православных и католических историков, это время называется временем иконоборчества. Иконоборчество, иконоборчество, то есть бороться с иконами. Время иконоборчества. И самого Льва Исавра называют иконоборцем. Иконоборцем. Вот я прочитаю здесь, значит, из одного, перевод на русский язык, из одного, значит, из одной книги православного, кстати, православного историка. Папа Ригапулло, это греческий исследователь, византист, написано у него так. Неправильно называть данную эпоху иконоборческой. Вот единственный из православных авторов, который, значит, об этом заявил. Очень серьезно. Так как подобное определение неполно. Параллельно с религиозной реформой, осуждавшей иконы, запрещавшей мощи, уменьшавшей число монастырей и вместе с тем не коснувшейся основных догматов христианской веры, производилась реформа социальная и политическая. Имелось в виду изъятие народного образования из рук клира. Императоры иконоборцы, ну, вначале Лев Исавр, потом его сын Константин, потом другие еще были императоры, действовали не по личным или по династическим капризам, а после зрелого и долгого размышления с полным разумением общественных нужд и требований общественного мнения. На стороне их стояла наиболее просвещенная часть общества, большинство высшего духовенства и войска. И скажу, что реформу Лев Исавр начал очень радикальную. Вот тот же самый Ригапула, папа Ригапула, он пишет следующее, этот греческий византист, пишет. Теперь, когда, по поводу свода законов империи тогдашней, теперь, когда принципы составителей эклогии приняты гражданским законодательством наиболее передовых наций, пришел, наконец, час воздать почтением гению этих людей, имелось в виду Лев Исавр и его сын Константин, которые тысячу лет тому назад боролись для того, чтобы осветить доктрины, только в наши дни восторжествовавшие. В общем-то, Лев Исавр, его в истории очень мало освещали раньше и сейчас не так много освещают, потому что официально церковь католическая, православная считала и считает его еретиком, отступником. И поэтому заслуги, какие были у этого императора, они как бы в пренебрежении до сих пор мало кто обращается вообще к нему. В советское время была попытка немного переосмыслить эту эпоху, но серьезно не было переосмысления. Я думаю, что пришло время сегодня, сейчас, в начале 21-го уже столетия, нам переписать с вами историю. Переписать ее не в угоду сильным века сего, как было очень часто на протяжении многих столетий, не в угоду динаминационным каким-то доктринам или мнениям, а во славу Господа Иисуса Христа, через призму Слова Божьего. То есть, как бы Бог оценил эту ситуацию. И те историки в разной динаминации, что пытаются именно более или менее быть объективными и смотреть на факты, то историю видят, как правило, они по-другому. Очень даже разница большая видна. Так вот, я тоже считал Льва и Савра отступником, значит, еретиком, значит, иконоборцем. Но с лекций семинарских, в принципе, это был набор такой обвинений в его адрес, там и в адрес его сына Константина и других последователей императоров, которые менее, может быть, были ремностны в этом, но реформация продолжалась еще долгое время, ну, полтора столетия шли вот эти вот, шла волна реформ византийская. Сама реформация была впоследствии подавлена в крови, это я расскажу попозже, чуть, значит. Так вот, в чем заслуга была Льва и Савра? Я хочу, чтобы вы осознали важность вообще этой личности в истории христианства. Так вот, кстати, в чем заслуга его, да. Придя к власти, ему оставалось очень, ну, он вступил на престол и империя уже разваливалась. Он взял курс на реформацию в экономике, в политике, во всем фактически была реформа. Даже трудно сейчас даже о чем-то конкретно сказать, прямо с чего начинал он. Наверное, в начале экономика, понимание, понятие единого налога, допустим, это то, что как раз он вводил. До того, до Льва и Савра никогда такого не было, значит, именно единый налог, десятина церковная, десятина государственная, которые были обязательны для всех свободных граждан империи. Ведь раньше бралось множество налогов со всего фактически, значит, и это просто-напросто империю, ну, лихорадило. Он ввел понятие впервые, это было вообще на Востоке, значит, единого налога. Потом боролся с коррупцией. В течение года он смог сделать то, что не могли сделать многие столетия до него, победить коррупцию. Конечно, законы были жесткими, наказания были суровыми за взятку, значит, и того, значит, кто брал взятки, значит, и тот, кто отдавал взятку, значит, наказывали вплоть до смертной казни. Ну, вообще удивительно, он ввел понятие, понимание такое, впервые это было в истории законодательства мирового равенства людей перед законом. Вот почему пишут исследователи, что он опередил намного свое время. До того, до Льва и Савра в любом законе, в любых законах любой страны, в принципе, было обозначено, что, допустим, бедных наказывали так, богатых иначе. И бедный человек, допустим, он не мог откупиться и, как правило, страдал больше. Богатый человек мог откупиться и он не страдал, фактически, не пострадал. Лев и Савр, он впервые в истории человечества, как было написано о нем, он ввел понятие именно равенства людей перед законом и заявил, что даже если его сын нарушит закон, он будет так же наказан, как и простой крестьянин. Никогда раньше не было такого, чтобы простой крестьянин был наказан так же, как и сын императора. И это было не просто голое слово. Он доказывал эти свои высказывания, постановления именно решениями. Суды были полностью реорганизованы. Понятие независимый суд, это было впервые им высказано, что суд, который не император, не может его контролировать, он на очень высокий уровень поставил суд. Правда, законы он поставил в службу специальную, которую контролировал судей. Если судья, он судил неправедно, значит, то судью наказывали и очень жестоко наказывали. И потом, что еще отметить надо? Да, до него законы были, чаще всего заканчивались тяжелой, значит, смертной казнью. Он изменил эту ситуацию и наказывал смертной казнью лишь за особо опасные преступления, экономические, политические преступления. Значит, процентов 90 всех статей византийских, которые раньше заканчивали смертной казнью, были им заменены на работы, штрафы, значит, и телесные наказания, значит, и даже членовредительства, допустим, отрубания руки даже, но не смертной казнью. То есть, было смягчено законодательство. Но что еще удивительно, свод его законов, эклог его, значит, он был, он отличался, эклог его, эклог отличался от прочих сборников закона тем, что каждый закон его имел ссылку на описание. То есть, он старался каждый, это было впервые. В Византии никогда, ну, были отдельные, да, ссылки на описание, но у него именно каждый закон его и каждый его в сборнике постановления, оно имело именно опору в Слове Божьем. То есть, никогда никто из императоров до Льва и Савра не ставил Слово Божье на такой уровень, как бы над собой, получается, выше себя. Лев и Савра это сделал. И наказание рабов, допустим, до Льва и Савра, это было произволом господ и это было, как бы, ну, не наказуемо никак. При нем впервые, значит, рабы, они не были еще свободными, но уже не были рабами в прежнем смысле этого слова. То есть, как бы, за, допустим, убийство раба уже могли привлечь к ответственности, значит, господина даже. То есть, это, ну, это было впервые, но я даже не могу, на самом деле, я согласен с теми историками, такими большими историками, мировыми историками, которые говорят, что не с чем сравнить даже, большинство его законов не с чем сравнить в истории. Они как вот новые были, совершенно новые законы. Так вот, он реформу провел очень-очень серьезную, радикальную. Раньше, допустим, на большие посты, хоть в армии, хоть в политике, ставились лишь люди из богатых семей, из знатных семей. Хотя были, конечно, случаи, отдельные были случаи, там, когда человек с низов, он пробивался как-то вверх, но это было, ну, это было очень большой редкостью вообще, поверьте. Это в истории, там, может быть, Византии до того, ну, может, там, спяток случаев можно встретить, таких вот, когда с низов человек пробивается наверх куда-то. Но и то, все равно он остается безродным. Лев Исавр сделал реформу и в этом. При нем, значит, большинство военачальников было с мест своих снято, потому что свои должности они даже не скрывали этого, купили за деньги просто-напросто. Полководцы были бездарными, это было, ну, воочию видно в этих многочисленных поражениях армии и прочее. На их места, на места, он простых рядовых солдат, которые показывали на поле сражения, там, допустим, отвагу, там, мужество, да, способности, он ставил их генералами. Простых солдат, из низов совершенно. Некоторых рабов сделал генералами. То есть, людей, которые, вот они, они вот вообще в том обществе еще год назад были ничто вообще. А сегодня они уже генералы, и при том, значит, командующие такими этими подразделениями воинскими. Коррупцию пресек он в армии очень жестоко, конечно. Вот те, кто по-прежнему хотели продавать должности в армии, значит, они наказывались до смертной казни с конфискацией всего имущества. Значит, потом, что еще следует отметить, что количество монастырей он сократил. Да, монастыри плодили просто-напросто, сам дух монашества, дух монастыря, это дух вот именно тунеядства, дух паразита, что ли, такого социального. Хотя отдельно есть монахи и были, и есть сейчас трудоголики, но в целом движение это такое паразитирующее на обществе. Вот я пример такой приведу, значит, это очень серьезный. В Российской империи, допустим, был в начале 20-го столетия, конец 19-го, начало 20-го столетия, был бум монашеский. То есть, очень много монастырей, и, допустим, в то время возобновили старые монастыри многие, которые были когда-то закрыты еще при Екатерине, допустим. И шла пропаганда монашеская. Так вот, в Российской империи самое большое количество монахов и монашек вместе взятых было до 40 тысяч человек. Это, ну, чтобы было интересно, 120 миллионов человек, примерно, население общероссийское, значит, от Якутии до Варшавы, значит, примерно 120 миллионов, так вот, монахов было до 40 тысяч, менее 40 тысяч человек обоего пола, как писали, значит, в Священном Синоде. Так вот, Византии, крохотной Византии, несколько миллионов человек было, значит, в лучшем случае, если брать еще там вот эти далекие провинции, а так менее миллионов всего было там, там, значит, вот, в самой этой крошечной территории самой Византии, без этих вассальных территорий. Так вот, как вы думаете, сколько было монахов и монахов и монашек Византии в этот период? Третья часть. Нет, ну, это слишком радикально, и моей веры столько не хватило бы. Десятая часть. 100 тысяч человек. 100 тысяч человек. И это невероятное количество, да, монахов. Представьте себе, десятая часть, и в основном мужчины, женских монастырей было не так много на самом-то деле в то время, в основном были мужские монастыри. То есть, здоровые мужчины, да, значит, сидели в этих монастырях. И, конечно, монастыри были, значит, при Левей-Савре он вел ограничения на монастыри, чтобы новые не открывать. Прежние он, значит, провел там, ну, большую ревизию в монастырях приказал, значит, и часть монахов при нем, значит, были вынуждены уйти из монастырей, значит, просто-напросто, значит, их отсеяли. Допустим, по жалобам на, там, пьянство, распутство этих монахов, просто их отсеяли из монастырей, все. То есть, начались ущемления. Да, я же не рассказал самое интересное это. Прошел первый год реформы, наступил 718 год. А в это время, как фильмы, да, а в это время, а в это время в Дамаске далеком, значит, в это время, значит, халиф арабский и его соправители, другие правители арабские готовили грандиозный план исламизации всей Европы. В общем-то, они наверняка слышали о том, что в Византии что-то там происходит, но серьезно не воспринимали все это. Империю считали Византийскую уже все падшей, уже все павшей. Так вот, армия этих исламистов, там были в основном арабы, но были и другие народы тоже, она пришла, эта армия, значит, к стенам Константинополя. И одним броском хотели перейти, значит, Босфор, значит, и взять Византию, значит, идти дальше, 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 дальше. Но получилось следующее. Лев Исавр объявил время поста и молитвы. Ну, понятно, на человеческие силы, надеяться, было бы уже невозможно никак. Армия была, конечно, но сравнительно она, некоторые историки пишут по-разному, правда. Ну, количество солдат, значит, вместе там с теми, кого призвали в армию. Но пишут обычно, арабов было в 10 или же в 15 раз даже больше, чем, значит, армия византийская. Плюс еще, на стороне арабов было, вот именно и мусульман, была вот эта уверенность в победе 100%, а дух в Византии был сломлен, как считали. Так вот, и победа была невозможна для византийцев никак, по-человечески. Но Бог совершил чудо. Бог заступился за Византию тогда, помиловал ее, и остановил исламизацию всей Европы тогда. И вот это исламское движение, оно было остановлено очень радикально. Лев Исавр не только сохранил Византию, но и пошел в наступление. И арабская армия была полностью разгромлена. Византийцы разгромили исламскую армию. Остатки ее бежали с позором, значит, далеко оставляя провинции, на которые даже не рассчитывали византийцы вернуть их когда-то. Так вот, Лев Исавр, правда, дальше не пошел, потому что у них даже не было столько армии, чтобы сохранить эту территорию, как бы ее контролировать, будем так говорить, слишком большая территория впереди была оставлена мусульманами. Так вот, летописцы пишут, что на самом деле такое, как сверхъестественное оружие было тогда на стороне византийцев. Началась у мусульман паника, страшная паника, ужас такой объял их, значит, они бежали, значит, оставляя все. Хотя, вот, то есть, 718 год, даже по мнению многих историков, вот здесь я взял выписку себе историка Бьюри, один из ведущих английских историков, значит, признают вселенской датой, именно как раз 718 год. Потому что чаще всего, ну вот, в русских, допустим, учебниках, в советских русских учебниках пишут, значит, 732 год, когда при Пуатье Карл Мартел разбил, значит, арабское вторжение и спас Европу. Но победа Карла Мартелла, она была бы невозможна, ни в коем разе, если бы не была бы победа под стенами Константинополя. И, тем более, объем победы, сам масштаб победы, я не хочу там, ничего, там, как бы уменьшать значение победы при Пуатье, но, значит, Карла Мартелла, но то, что сделал Лев Исавр, это было гораздо большим, ну, в несколько раз большим и по масштабам, и по значимости победой. Но в истории, в учебниках, почему-то до сих пор очень мало упоминаний об этой победе под стенами Константинополя. Лев Исавр, он продолжил свои реформы, его сын после смерти в 41-м, он взял бразды правления в свои руки, и до 75-го года, 775-го, он продолжил дело реформации Византии. И Константин, прозванный уже последующими вот этими православными историками, очень такой отвратительной такой кличкой, по-гречески звучит как капроним, капроним, значит, по-русски как, это вообще оскорбление, это как бы обгаженный или обосранный, там, не знаю, ну, можно как назвать, не знаю, то есть это вообще, это такое ругательство самое такое, как было там, значит, у них. Вот эту кличку прицепили исторически к нему Константину, значит, вообще он Константин V, по, значит, официально по, значит, своему статусу Константин V или Константин Львович, можно так назвать его. Я его называю Константин Реформатор, потому что Константин, значит, этот император, в отличие от прочих Константинов, какие были в Византии, он был именно Реформатором. Он не только продолжил дело отца своего, Льва Исавра, но он развил реформу дальше. И при нем, именно при Льве Исавре, при Константине, значит, Реформаторе, Константине V, можно так написать, Константин V, при нем, значит, именно проходил собор, большой собор, огромный, значит, уже седьмой по счету православной католической церкви, значит, это было в Константинополе в 754 году. В 754 году. Это очень, это тоже малоизвестный факт, потому что, если вы откроете, допустим, учебник какой-нибудь по истории, церковные истории, допустим, то чаще всего вы встретите следующее высказывание, что 787 года, 7-й Вселенский собор, который был при царице Ирине в Никее. Но это последующий собор, который, значит, провели контрреформаторы. А вообще-то, сам 7-й Вселенский собор проходил, на самом-то деле, раньше, в 754 году в Константинополе. Значит, один из тезисов этого собора, судите сами, вот, был следующий, прямо в преамбуле. Икона поклонения было введено сатаной для того, чтобы отвлечь людей от поклонения истинному богу. Лев, император Лев, он не собирал собор. Константин, он дал это повеление собрать собор для того, чтобы реформы закрепить в церкви, чтобы, на самом-то деле, реформа распространялась еще и дальше, не только в Византии, но и на Западе. И потому было решение такое, собрать Вселенский собор на рассмотрение. Были разные фракции на соборе, были разные мнения, высказаны за, против, и были такие умеренные реформаторы, были радикальные реформаторы. Но, в целом, собор высказался за необходимость углубления этих реформ, которые уже тогда состоялись. Да, это было в 754 году. Запомним эту дату, такую вселенскую тоже дату. Так вот, о предыстории этого собора. Лев и Савр, начиная свою реформу, он окружил себя, значит, именно священниками, такими реформаторами, священнослужителями. Запомним тоже некоторые имена. Я бы дам некоторые имена сейчас. Запишите, пожалуйста. При Левее и Савре, при Константине V, некоторые священнослужители-реформаторы очень сильно о себе заявили тогда в проповеди Слова Божьего. Это был Константин, архиепископ Накалийский, Константин Накалийский, Фома Клавдиапольский, Константин Накалийский. Он был приближен к императорам, Львом еще, для работы и над законодательством, и над реформой в церкви. Константин, архиепископ Накалийский, Накалийский, Накалия. И Фома Клавдиапольский, архиепископ. Клавдиапольский. Иногда пишет митрополит Клавдиаполье. Клавдиапольский архиепископ. Так вот, Константин и Фома, это два лидера. Тогда в церкви было много других, конечно, священнослужителей. На соборе сотни делегатов с разных регионов были, именно сторонники реформ радикальных. Константин Накалийский, он именно как раз один из тех, кто убедил и убеждал императора о необходимости церковных реформ больших, не просто обрядово-богослужебных, а таких вероучительных. И именно как раз тогда же, почему иконоборчеством называют ту эпоху, потому что Лев Исавр одним из своих первых распоряжений, он запретил поклонение перед иконами в своей тогда еще небольшой империи и убеждал своих людей, свой народ византийский, именно поклоняться Богу в духе и в истине. И без посредства образов, изображений. Образа вначале вешали высоко, потом вообще запретили в церквях, только лишь человек имел право у себя в доме, ну как личная собственность иметь икону, а в общественных местах, значит, на торгах, при входе в город, при въезде на башню, допустим, в церквях, во всех этих местах общественных, церковных, иконы были убраны и уничтожены торжественно. И, в общем-то, это было таким важным, таким действием. Почему и назвалось время иконоборчества? Ну это было время Великой Реформации. Аминь. Тогда, значит, сейчас отдохнем и потом продолжим. Субтитры создавал DimaTorzok